Большинство семейных пар в России имеют одного или двух детей. Многодетных, то есть семей с тремя и более детьми, по данным Росстата, меньше 10%. Но чтобы население страны не убывало, нужно, чтобы на смену двум родителям приходилось как минимум двое детей. Как решиться на создание большой семьи с этим вопросом, мы обратились к жителям областной столицы разных возрастов, чтобы выяснить, какие меры поддержки нужны сегодня, чтобы улучшить демографию. Среди факторов, которые важны, по мнению тверичан, оказались ценностные доверие между супругами и воцерковленность, социально-экономические, доходы и образование, а также поддержка со стороны близких и друзей. Выплоды, конечно, это очень важно, поддержка финансовой семьи. Что еще? Я не знаю, наверное, все-таки должна быть какая-то мотивация прежде всего, чтобы родители все-таки не боялись заводить детей и знали, что государство заботится о них. Что хватит детских садов, школ детям. Доступность жилья, опять же, для того, чтобы было много детей, нужно, чтобы всех было где разместить. Я сама мама многодетная, у меня трое детей. Так много всего делается. Рассказывать больше многодетная семья, это не так страшно, да, то есть, я имею в виду. Ну, в материальном плане, конечно, да, особенно, наверное, с первыми детьми. Материнский капитал увеличить, еще какие-нибудь льготы. Ну, главное, чтобы была стабильность во всем. Финансовый, квартирный вопрос. О том, с какими трудностями порой приходится сталкиваться с семейным паром на пути к рождению ребенка и как современная медицина помогает решать такие деликатные вопросы, как зарождение новой жизни, мы расскажем в программе «День здоровья» в четверг, 7 марта. Возрастное ограничение программы «16 плюс» не пропустите. До свидания. До свидания. До свидания.